Вероника, ты была там на месте? Да, я была на месте происшествия. Это было в кафе Клеверленд. Мы собрались пообщаться на заранее запланированную встречу. У нас собралось около 50 человек. Как раз на момент, когда мы начинали нашу встречу, мы заметили, что приехало телевидение Горловское, и, соответственно, с ним приехали... А, то самое Горловское телевидение. То самое Горловское телевидение. Понятно. Они даже показали удостоверение, как мне сказано. Ну, в частности, я видела их удостоверение. А кому они показывали удостоверение? Ну, я попросила, показали удостоверение мне. А, понятно. По вашей просьбе они даже... Я не знаю, да, по просьбе они показывали заявление. С ними еще приехали представители каких-то горловских общественных организаций, которые вот начали спорить с Александром Миланченко о том, зачем мы здесь собрались, и сообщили, что им кажется подозрительным, что мы здесь собрались. А кто спорить начал? Я по фамилиям этих людей не знаю. А что за люди? Ну, это представители каких-то горловских общественных организаций. То есть некие горловские общественники? Горловские общественники, да. Им показалось подозрительным то, что мы здесь собрались. Они сказали о том, что, вероятно, мы здесь замышляем какие-то преступления, и они хотели бы поприсутствовать вместе с прессой на нашем мероприятии. После долгих убеждений нас, они все-таки были туда пропущены, и их пресса, и они сами. Но в этот момент, когда мы уже заходили внутрь, несколько людей молодых спортивного телосложения, приблизительно человек 60, наверное, Сначала прошли ко входу в здание, потом вроде бы отошли. У меня есть фотографии номеров машин, на которых они приехали. Они вроде бы ушли, мы зашли в здание, начали проводить наше мероприятие. Здесь приехала милиция. На вопрос, кто вызвал милицию, мы прекрасно знаем, что из тех, кто был приглашен на мероприятие, никто милицию не вызывал. Может быть, администрация? Вряд ли администрация. Скорее-то вызвали милицию эти самые горловские общественники, хотя они в этом не признались. Когда я вышла вот в соседнее помещение... Ну, они, что-то два, наверное, что вызывали? Вероятно, да. Вот этот момент тоже задавался, этот вопрос задавался сотрудникам правоохранительных органов, но я не успела услышать на него ответ. Когда я вышла вот в помещение соседнее с тем, где проводилось мероприятие, я услышала следующий диалог одного из горловских тележурналистов с сотрудниками правоохранительных органов, и обсуждали они ровно следующее. Нас вызывали, спрашивают сотрудники. Да, ну, то есть они приехали, спрашивают, кто вызывал. Кто вызывал? Не беспокойтесь, это наши вызывали. И оператор уходит. Я продолжаю снимать это все на видео, у меня есть это видео. Заходят 30 тетушек, милиция делает коридор, пропускает их к нам. Они заваливаются, ломают мебель, переворачивают мебель. Несколько людей получили какие-то травмы, насколько я знаю. Кто-то применяет в качестве самообороны газовый баллончик. Все выбегают из помещения. Я, когда выбегаю из помещения, выполняя свои какие-то профессиональные обязанности, как журналист, я снимаю на фото и на видео этих людей, которые к нам вломились и все разгромили. Кто-то из них это замечает, меня хватают за руку, в которой я держу телефон. А кто хватает? Я его смогу опознать, я не помню сейчас. Но из какой стороны кто это был? Вот Горловский, этот молодой человек, который тетушка. А есть фото его? У меня есть его фото, я его смогу опознать по предыдущим акциям. То есть он неоднократный участник акций, направленных на разгон Евромайдана. Меня хватают за руку, бьют по голове, я роняю телефон, собственно говоря, и второй из этих молодых людей начинает ногами разбивать мой телефон. Я успеваю его поднять, выбежать. Выбегаю, обращаюсь к ближайшему сотруднику правоохранительных органов и показываю на этих двух молодых людей, говорю, что они меня только что ударили, разбили мой телефон. А заявление-то написала? Да, я написала только что заявление. И разбили мой телефон, на что сотрудник полиции мне говорит следующее. Успокойтесь, что я вас задерживаю. После этого, естественно, я уже не стала подходить к сотруднику правоохранительных органов. Приехала в Ворошиловское РУБД и написала заявление по факту порчи имущества и применения фактической силы по отношению ко мне. Заявление было принято, пока больше ничего. А сколько примерно людей сейчас задержанных? Задержанных сейчас приблизительно 16 человек. Это все приглашенные на это мероприятие. Те, на кого нападали? Это все те, на кого нападали, да. Ни один из нападавших задержан не был. И когда мы уезжали, вот мы сели в машину, уезжали от этого кафе, то есть мы проезжали в минуту через 5-7, наверное, когда мы дошли до машины, они, вот эти нападавшие, стояли с сотрудниками милиции, еще что-то обсуждали. Я не знаю.